Утром житель Таиланда поехал на работу точно так же, как и всегда, он проходил мимо строительной площадки, когда услышал тихий жалобный скулеж. Молодой человек внимательно прислушался, чтобы понять, с какой стороны доносятся звуки. Плач доносился из небольшого колодца до краев наполненного грязью. Парень подошел поближе и заглянул внутрь, там еле-еле ворочались маленькие создания, жалобно попискивая. Сначала молодой человек не понял, кто это. Зверьки немного напоминали крыс или крохотных мангустов, но под толстым слоем грязи никак было не разглядеть, кто это. Тогда парень стал аккуратно доставать животных одного за другим. Вскоре все пять зверьков были на суше. В этот самый момент стало очевидно, что это вовсе не крысы и не мангусты, а обычные щенки, которых толстым слоем покрывала грязь. Из-за этого они больше напоминали живые статуи и едва могли передвигаться. Бросить малышей на произвол судьбы молодой человек не мог. На вид им было 2-3 недели. Возможно, что собака сама выбрала укромное на ее взгляд место, чтобы родить деток, не подозревая, что после мусона колодец будет доверху залит грязью. Ни собаки, ни ее следов поблизости не оказалось, а малыши явно хотели кушать. Может родительница подумала, что ее крохи погибли или же с ней что-то случилось. В любом случае, мужчина решил довести дело спасения щенков до конца. Парень принес пятерых грязнуль к себе домой, искупал их и накормил. Чистенькие питомцы согрелись, почувствовали, что у них полные животики и стали источать дружелюбие. Семья мужчине помогала ухаживать за малышами. Самое главное, что люди решили оставить всех пятерых щенков жить у себя, это хороший знак, говорят они, поглаживая мягкую шерстку малышей.